Разброса не было. Сразу все ты в такой садись. Неосторожничай. Три раза. Вот хорошо. Молодец. В ПП. То, что нужно. Подрыв теперь надо еще. Подрыв. Удар бедрами. Вот красавчик. Вот хорошо. И на хорошо было. Ты и в протяжке, и когда стойку брал, садишься вот. А опускание здесь, в первую очередь, идет за счет спины. Сначала ты наклоняешь спину, и чтобы тебя не перевернуло, потому что получается рычаг очень большой. Чтобы тебя не перевернуло, ты просто сгибаешь ноги. Пробовал дома со шваброй. Мне нравится именно штанга, вот как олимпийский вид спорта. Просто стало интересно. Советую смотреть эти видео, потому что я буду объяснять, показывать, доходчиво доводить до спортсмена, как он должен чувствовать, как воспринимать подъем штанг. Руковая протяжка, плюс уход от подрыва с прямой стойки. На технике работал, да, все это время? Да, ну вот эти все сделаны, делал и пошли. Ну все отлично. Теперь уход от из прямой стойки. Нету маха назад спиной. Вот, да, маленький наклон вперед, и мощный ногой. Последний раз. Ага. И жим из-за головы. Все. Только высоко вставать не надо сразу. После колен сразу все. Без подрыва. По прямой колен. Старайтесь, чтобы сразу на пятку уйти, а, смотри, дядя, шести, уходи. Вот. Последний раз и жим в седе. Жим в седе. Ага. Потом не вставай. Дай разик в шесть. Все. Опускаем на плечи и делаем вот такие движения. Со штанг. Таз поднимаем. Нет. Голова на месте, таз поднимается. Плечи на месте. Да. Видишь, ты встаешь, а ты вот, переворачиваешься, переворачиваешься. Вот, да, да. Ага. Старайся упрямляй. Все, много не надо, а то с металлевочкой что-нибудь нарушится. Знаешь? Все, держи. Ну, берем руковую хвату. Сед. Садимся. И пляж. Вот. Не, не сделай. Так, цель не в как можно большую длину, а в высоту. Ну, в длину и высоту, естественно. А цель? Все, да, я вам сейчас. Сухи. Черт, фронтался. Нет, конца прыг сюда. Один подход, это вот оттуда сюда. Все, демонтируйтесь. Все. Без разброса, Данил, помнишь? Все, что маленький вес, без разброса. Угу, все. Еще два. Еще два. Угу. Все, погиб. Сделаем руковую протяжку от колен с имитацией подрыва два раза. И плюс три раза рвом стойку. Дальше. Да, хорошо. Дальше. Дальше. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты и в протяжке, и когда стойку брал, садишься вот. А опускание здесь, в первую очередь, за счет спины. Сначала ты наклоняешь спины, и чтобы тебя не перевернуло, потому что получается рычаг очень большой. Чтобы тебя не перевернуло, ты просто гибаешь ноги. Потому что в этот момент, под колен, мы сильно накрываем штану. Не так, как на старте, плечами, а мы здесь колени убираем, и у нас получается большой накрыв. Поэтому и стартовое положение исходное должно быть. С большим накрывом. Ну и все. Протяжку поднимаем, пятки не отрывая, полностью стоим на полной стопе. И акцент у нас идет. Здесь подъемное усилие создаётся спиной. Ноги в конце чуть-чуть, ну, они ноги у нас и так практически разобнуты. Единственное, в конце, там, где происходит контакт, происходит мощное разгибание спиной, и чуть-чуть взрывное усилие ногами. Вот. Это, что касается протяжки. А рывок в стойку, исходное положение принимается ниже колен. Ниже колен здесь уже большой накрыв не должен быть. Здесь при опускании, ты, тебе, ну, так как идет разминка, тебе во время разминки, нужно почувствовать, что ты стоишь на полной стопе, что тебя никуда не клонит, ни вперед, ни назад. И самое главное, ты должен чувствовать, что вот в этом положении у тебя произошел небольшой накрыв. Не так ты сидишь и не чрезмерно накрываешь, а вот так, как нам, что ты сел вот в бедра, нагрузка вот сюда идет. Вот. Это твое исходное положение. Ну, а дальше рывок в стойку. Будем смотреть. Ну, много согул ноги. Не, не, многие много согул. Чуть-чуть еще разогни. Ага. Да. Ноги не отрываем, пятки. И пускай поползут. Да. Последний раз. Еще раз. Вот мне сейчас понравилось, когда ты пал в стойку, у тебя даже не то, что назад не идет открытывание, у тебя даже, знаешь, вот как вот, ты сделал подрыв, и у тебя «дая», вот именно вперед даже. Ты в самом носке, и не вот сюда вот у тебя нога пошла, а вот «дая», сюда. Вот это очень хороший момент. Протяжка более-менее понятна. Рыбок в стойку, ставим ноги на ширине плеч, делаем подрыв, и ноги разбрасываем. И, что мне не нравится, вот у тебя исходное положение стартовое. Помнишь, мы с тобой много раз говорили? У тебя идет вот так, вот так он от него гуляет. А тебе надо садиться с более прямой. Как это сделать? Помнишь? Поближе подходим к просто к шляну. Но так как мы сейчас свисли, я первую часть упражнения делаю, пока не заворачиваюсь, я просто как бы указываю на недочет. Мы сейчас в дальнейшем будем справлять. Речи на органетах и спиной в конце. Много ноги согнул. Спина, спина. Еще раз. Теперь спамост в стойку. Вот, хорошее положение. Спиной побольше назад. Не было. Ты прыжок вверх делаешь, надо назад спиной. Подрыв. Ну как мы делаем, протяжку только что. Спиной. Вот. Видишь, как воткнулась и руки сразу. Все. Специально же делаем протяжку для того, чтобы ты почувствовал, ну, не, 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 ну, я же тоже. Для того, чтобы ты почувствовал работу спиной. Работу спиной. И то же самое надо в стойку, когда ты понимаешь, тебе, ты делаешь, у тебя подрыв получается вот, в виде прыжка. А подрыв должен быть, это мощное разгибание спины. Мощный. Мощный. И новое сокращение. Это не прыжок вверх. Это такая аббревиатура для восприятия. Выпределенные моменты обучения говорят, делай как прыжок вверх. Но в данном случае, подрыв, это не прыжок вверх. Прежде всего, это вот мощное разгибание спины. А у тебя получается, ты просто уберешь из этого положения, подвутишь сюда ее, бум, ударяешь, бум, и подпрыгаешь вверх. А нужно-то вот как протяжка-то делать. Подвел ты сюда. Бля! И пошел. Немножко на носу, что принимаешь. Повнимательнее. А вот в конце ошибся. Последний раз. Ты когда на памус поставил, и голень у тебя ушла вперед. И получилось, что штампы далеко, и когда ты их поднимал, она все время у тебя вот здесь поднималась. На большом промежутке. А надо в гультуруще ходить. Не было спины. Ага. Вот я поднял. Если вдруг она падает назад, я также проворачиваю руки, но в самый последний момент, ну, ладонь меня нажимает, штампу, но в самый последний момент я ее разжимаю в руки. Сейчас надо попробовать. Сначала вот этот подход. Сначала попробуй без тяг сбрасываем. Штампу назад. Нам надо попробовать, потому что с тягом будем тренироваться, чтобы не тромироваться, не дай бог. Делаем два раза рвов в стойку, и один раз бросаем назад. В сети. Ну, хорошо, да. Хорошо. Садись в сет и назад сбрасываем. Блин, я же тебя просил. Ну, кто же так сбрасывает? Кто же так сбрасывает? Сбрасываем, назад сопровождаем. Вот полностью по кругу как-то палочку опускаешь. Давай еще раз попробуем. Ну, Павлович, ты же проворачиваешь? Каким хватом ты берешься? Прямо каким. Ну, вот тоже самое раз и провернул ее туда. Не дотянул, Данил. Раскрывайся. Ну, тренировка серьезная. Готовься куда-то, знаешь. Помнишь? Давай, давай, не расслабляйся. Ну, попробуй. Делаем два раза в стойку помостно и два раза свиса выше колен. И все-таки обрати внимание ты я тебе говорил, что ты не ногами садился, а больше степей спиной. Все-таки ты все равно ноги сильно сгибаешь. Это хорошо, когда мы делаем ниже колен. Но когда выше колен, тут просто дознать, что вот наклониться и все. И это и есть исходное положение. Вот, да. Еще. Нет, нет. Нет, нет. Разогни ноги немножко. Спину наклоняй. Нет. Ты ничего не... Я говорю, нет, ты упрямляешься. Нет, это просто остановись на месте. Стоп. Ну, вот так вот, да. А ты, когда со штабой, ты больше ноги сгибаешь. Вот, постарайся так же и с такими же два раза в стойку, два раза с висы выше колен. Не было спиной. Подрыв, удар, бедрен. В колене сел. Все. Бросать теперь? Да, бросаю. Не, нет. Назад не надо, просто передброси. Назад стягами не рекомендую, потому что ты без тяга немножко фигула. В стойку, ну, в стойку у тебя получается подрыв. Помнишь, как мы тренировали подрыв? Мы же бьем, 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 бэ. А у тебя получается, ты во время подрыва поднимаешь, 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 у тебя здесь просто получается касание. Я когда говорю касание, имеется в виду место контакта. А у тебя получается просто касание и ты попрыгиваешь. Вот. Вот, 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 вот вы весь твой подрыв. А подрыв это должен быть мощное разгибание спиной и бедрами. Получается удар такой. Бэ. Мы здесь ноги еще под штангу подводим, получается, получается, что мы как бы даже и подталкиваем вверх. Нужно во время подрыва тебе максимально разогнуть спину. Бэ. И получится удар и бедрами, и мах спиной. Когда опускаешься, когда ловишь, вот особенно когда поднимаешь от колен и ловишь штангу, ты садишься не так вот, как на стул, скажем так, а садишься вот так, ловишь. Поймал и вот сюда вот так в бедр. Наполнись на пол. И сюда вот, вот даже если вот так сделать, акцент у меня идет на переднюю часть стопы. В принципе, это можно почувствовать. Поэтому, когда будешь выполнять, если первый раз, например, получилось, я тебе сказал, ты просто постарайся наполнить стопы. Это значит, колени немножко не сюда колени, а вот таз назад. Да, да. Ты в голове представляешь, что вот, ты сейчас свисты порвешь и тебе надо как на случай. Понимаешь, тренировать на лавочке? Вот хорошо. Вот и на хорошо было. вот ошибка. На тренинде мразии она у тебя остается. Садишься, она немного впереди и остается она у тебя. Далеко от тебя идет и впереди остается все. Рискости немного для ухода не хватает, но поднимаешь не нравится. Спина отлично работает. Как уловчего. Мощно назад во время плоды его. Ба-а-а. А вот уходик еще слабова. Надо тренировать уходик. Либо просто чисто затаскался. прыжок делаешь, прыжок. А надо разгибание спиной. не увлекайся. 2 2 плюс 2 от колен. Спиной 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 работает. Опять на носочки взял. прыжок Вот такая тебе установка. Ноги не сгибай. Просто наклонился и вот твое исходное положение. А тут тебе тяжелее, а ты все ноги сгибаешь. А знаешь почему? Потому что в момент подрыва прыжок будет. Тебе вот так прыжок неудобно сделать, да? Куда ты прыгнешь? Вот ты сгибаешь вот так прыжок для прыжка чтобы во время подрыва разгибание. Просто не сгибай. Вот стоишь и вот так и стой. Вот открыл исходное положение и утровень. Последний раз внимательно. Ты прям веди вот так по обедам. Ты должен чувствовать. Представь, что тебе надо наоборот перевернуться туда. Знаешь, пока обычно бывает, да? Можно же держать штангу и чувствовать, что ты туда упадешь назад, а за штангу просто держишься. Вот ты постарайся себя так же опускать. В последний, когда это третий или четвертый получается раз. В третьем разе, когда ты на попуск опускаешься, старайся, потому что именно третий раз у тебя получается неверно. А он самый важный, потому что, во-первых, он последний, во-вторых, он самый тяжелый. я бы не сказал, что ты исправился. Но там посередине между так как неправильное и правильное. Опять же, села у тебя голень сильная. Бережешь ноги, потому что, когда мы принимаем правильное исходное положение, у нас нагрузка идет очень большая на ноги. Вот если, например, принять правильное исходное положение, постоять, не поднимать штангу, постоять, секунд через 15-20 у тебя ноги начнут забиваться. А почему? Потому что как раз-то все бедро напряжено. Оно напряжено для чего? Для того, чтобы взорваться, поднять. На пол и стату ловим. Ага. Просто наклон. А, ну ладно, давайте к тебе. Ты 3 плюс 3, давай 3 плюс 3. Просто наклон сейчас. Ага. Ага. Штангу немножко поближе к бедрам, а то прям на большом состоянии. Ага. На носочке, на носочке ловишь. Чувствуешь, что ты не наполнишь такого? Нет? Последний раз вот ты делал. Ну, ты не так садился. Ты по-другому садился. Ты как я присадился, как я тебе рассказывал. Ты когда делаешь от бедер и наклон, у тебя получается штанга далеко от колен. Ты прижимай. ФYes費я. Ты кто видишь... Ф крыся. Фэй. Фэй. Пф. Фэй. 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 на полный стапа садимся Немного не хватает, когда ты подходишь к подрыву, у тебя спина немножко разогнута А хотелось бы немножко побольше Да, побольше в этот момент, чтобы ты с большим накрывом углом Потому что когда спина уже, ну не то что практически разогнута, а с меньшим углом Мах получается, под подъемные усилия, мощь падает Просто это довольно таки сложно, это не так просто исправить Это если так сказать, сейчас побольше накрыв Это ты сейчас уберешь колени, будешь вперед весь Это можно все подъем А? Делать так делал? А? Делать так делал? Не знаю пока Просто если сейчас менять это, тем более на такую весе, можно кардинально сейчас вискот Ну, тупо просто не получится Конечно, делать так делал Конечно, делать так делал спиной больше подрыгнуть все так же вот второй раз хорошо, там ножки немножко поуже, и вверх разгрузку немножко назад свистеть слишком большой напрюб, да, вот так все хорошо, удар бедами сделай и спину вот, да ведь получается же, если захотите хорошо, исходное положение хорошее было, единственное ноги я тебе не стал говорить широко ноги надо было 1,5 1,25 ну ладно, это как раз спиной больше, видишь, опаздывает не опаздывает штанг упадет с большим весом, все не успеешь ты принимаешь ты ловишь ее, а штанга вот идет только сейчас поставим побольше вес и будешь уже не успевать руками заводить она будет падать впереди а для того, чтобы успевать, должна спина работать мощнее назад потому что когда мы прогибаемся спиной, мы уже находимся в фазе опускания а когда ты делаешь вот этот прыжок вверх, штанг уже летит, а тебе же надо еще опускаться и вот ты опустился, а штанга не успевает в такое большое состояние ровный старт с полной стопы не забудь поле, чтобы не наклонялась вперед и самый главный разброс то есть ноги ставим уже на старте то есть прыжок да, или даже другое пол мощнее спиной все получится хорошо была спина молодец давай свиса даже не было руки прямые видишь не успеваешь не было ногами подкидываешь над спиной до вот сейчас поднимаешь только из-за того что спину подключил а вот если бы поднимал когда этого ты бы ронял третий красивый ну вот хорошо хорошо делали тебя прям как прорвал ударил целый год мучился мучился техникой миджит будешь работать спиной будет подниматься нет пусть будешь ранее особенно связь хорошо только не надо паузу перед подрывом нету подрыва удары бедрами нет мощнее взрыв когда тяжело поднимаем не так же стойку а может быть и самое главное выполнить вот это движение подрыв а Бедрами удар делай, а то у тебя получается, она просто скользит. Давай на рекорд. Вот, то что все трогал, теперь стойку уже рвешь. Давай подрыв мощный. Тем более рекорд. Ну вот хорошо, молодец. В ПП, то что нужно, да. Только подрыв теперь надо еще, подрыв, удар бедрами. Вот красавчик, бля. Для начала потяни плечи. Еще раз. В руке так и получается. Так потяни. Не, потом там, ну, средним хватом с заднего. С заднего. Провород. 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 Вверх поднял, поприседал со штабами. Пятки оторвались. Нет, нет, нет. Вот. Да, да, пошире. Видишь? Ты же соображаешь дальше. У нас пошире. Вот. Все. На грудь опустил. Поднимаем. Или. Поднимаем. Или швом. Ну давай швом. Опа, да. Поднимаем. 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 Швом. Опа, да. Нет, на одну линию ноги. Я тебе говорю, то телечный. Вот, отлично. Трениролазно? Конечно. Нормально. Вот первый парень у тебя был дурацкий, я подумал, что все то же самое, а сейчас вот последний, ну, дальше-то и прямо видно, что это на работе, а то и тоже одна и там останутся. Хорошо, молодец. Давай, давай, ты ответственен, не только перед собой, нет, я имею в виду, давай не поднимайся, я имею в виду, дома тоже, дома уделяя внимание, желательно каждый день технике. В данном случае надо подрыв. Подрыв тебе должен быть, ты выходишь на подрыв, тебе должен быть такой удар акцентированный, и работа спинной. Давай я беру штангу, поотрабатываем под сидик, делаем уход из прямой стойки в сед. Уход в сед, немножко спины побольше, и мах. Не было маха, он только наткнул. Ну вот, хорошо, смотрите, поймал движение. Давай там толкаем. Три разика. Не было посылов. Не забывай про посылов. Подкидываем штангу. Нет, не было. Сделай остановку вверху, с вытянутыми носками, вверх. Да, вот, а потом уход, видишь, пока без маленьких, можно на этот момент поотрабатывать. Ага. Только не суетись. Спокойно. Ага. Спокойно, размеренно, все. Ты же хозяин положения, штанга легкая. Мышцы сильные. Все, по-моему, не надо. Вот, хорошо у тебя получается делать уход из прямой стойки. Чем хорошо? То, что, когда ты делаешь наклон и идет у керма, у тебя хорошо идет переключение. Ты сделал работу спиной и тут же пошли руки. То есть нет такого опоздания. Нету опоздания, нет вот этой остановки. Как будто в стену уперся. У тебя идет вот. Надо побольше, конечно, но уже прогресс есть. И вот хорошо то, что руки сразу идут в доголку. То есть они как бы, ну, увеличивают подъемную силу. Тот же. Подключают. Полностью. Ну ладно, так. А, понежели колено опускать? Вот, да, да, да. Чтобы было видно, что ты правильно опускаешься. Да, 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 хорошо. Все, толкаем. Ой, уход делаем. Уход из груди. Помнишь? Ты как? Уход из груди. Посыл мы не делаем. Просто из груди сразу раздушку. Ага. Да. Ага, хорошо. Хорошая раздушка. Широкая. Немножко суженные ноги. Немножко пошире надо. Последний раз делаем. Все хорошо. Ну, все нормально. Молодец. Все нормально. У тебя долго раздминаться не пришлось. Давай. Сады, легкая, сидаем. У нас. Пятерка ковечная или десятка садов? Десятка, может? Давай. Давай. Еще шире ноги. Можно чуть-чуть пошире ноги, но садиться не до конца. Тут нет такого, как в приседании прямо обязательно в глубокий сердце сесть. Просто усадишься до этого положения и можно уже назад вставать. Если совсем тяжело и чувствуешь, что она прямо готова упасть, то просто делаешь такие полуподседы. Ну, по-моему, тогда оно вроде нужно, чтобы как-то контролировать. Ну, я имею ввиду бороться, контролировать ее, да? Ну, если тяжело будет, да, да. Поэтому есть смысл, да. Ну, а если до конца они сидим, то сюда я спокойно. А дальше она начинает болтаться, еще что-то. Вот это как раз в момент контроля идет, мне кажется, в среднем. Я про глубокий говорю. Я говорю вот про глубокий сердце. Когда вот это положение хорошо, а когда вот в этот момент мы садимся, здесь уже в поясничном отделе начинают мышцы работать, переключаться, там... Именно в этот момент руки и опускаются. Ну, не нужно, это лишнее на большом весе. На средних весах, ладно, пускай они, а про руки. Хорошо. Разброса не было. Ага. Сразу все-то в такой садись, неосторожничай. Три раза толкаем или четыре? Сейчас посмотрим. Посыл, посыл должен быть. Вот, хорошо. Ну, узковатый ноги, поэтому тебя обболтает в разложке. Ну, ничего, начало положено. Ты во время разминки, ноги у тебя широко стоят. Ты пока отрабатываешь? Раньше швук вообще не мог делать. Когда он стал у меня тренироваться, я ему написал это упражнение, он говорит, а что это за упражнение, когда ты такого не делал? Сейчас, видишь, и швук делает длинные усилия ногами, и приседает со штабами головы. Чуть-чуть повыше хватит. Вот, отлично. Повнимательнее, повнимательнее, смотрите, оболтает. Плечо не травмируй, я еще не говорю, не садись в глубокий сет, это не важно сегодня. Плечо не было. Ноги, ноги расставляйте, пошире. Пошире не было, пошире. Угу, расстаньте. Ноги у нас там есть, ноги. Ты имею в виду, что это такое вот, вот это станок там, вот это вот. Хорошо, спину бы добавить, было бы вообще супер, подрыв. Повнимательнее, не дергайся вниз. Плавно вниз, резко вверх, плавно, вот. Задержался немножко в подседе. Ну, немножко, блин, ошибся. Плечи вверх, раздаваясь. Плечи вверх, со спиной. Хорошо, только доставьте спину при подъеме не расслабляем. Напряжена поясница. и вернулся натянись натянись, спину прогни полностью, грудь в колесо вот правильно правильно сейчас процикли неправильные моменты, но надо зарабатывать чтобы все было идеально так сейчас поступаем задираешь таз, не надо ногами работаю ногами работаю, спина но хорошо поведем хорошую ну вот, блин, врывкируем у нас отставание почти нормально в колени подсел не надо на лавочку садимся таз назад опять в колени сосредоточься еще раз сосредоточься таз назад садимся ну, правильно но тёплый суетишься я тоже давай покажу подсеть подсеть короткий грудь и разножка подсеть нормально нормально подсеть сразу все сбери подсеть и спину держи спину на приеме держи напряги вот провалился опять поясницу закрепи поясницу таз назад чуть-чуть не надо живот вперед таз назад поясницу прогни поясницу прогни ты стоишь вот ну, во всяком случае так видно у тебя так стоят прогнувши а надо таз назад не прогнуться грудь колесом надувь перевели и вот и садимся ровно садимся и самое главное не дёгайся сейчас 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 понимательно приходится концентрироваться на всём на старте не задирай таз у тебя получается ну он не сильно задирается но он всё равно существует у тебя получается ты переворачиваешься у тебя задирается таз и получается очень большой наглом когда принимаешь берёшь нагрудь то у тебя играет спина напряги напряги во время приёма подворачивай локти это тебе поможет напрячь спину и всё встаёшь со штангой таз таз назад и поясницу прогнул да и делаешь подсед не резко а плавно подсед и резко взорвался я тебе буду походу ещё подсказывать ногами съём таз не переворачивай вот хорошо спина так же так же держи спину вот молодец молодец таз таз назад прогнул поясницу не дёргайся вниз вот хорошо чуть-чуть резкости добавь и всё будет получаться и уход в разножку быстро опа вот нормально видишь у тебя руки уже прямые бросай ты вытолкал уже на прямые руки просто немножко ну разножку надо было прошить чуть-чуть буквально всё на этом весе пока всё на этом весе пока хорошо даже легко прям набросил старайся чувствовать штангу сразу да чтобы она не сверху била плавно вниз ну как каратишка разножка не бойся сделай сделай ножницы нормальные как ты в разминке делал не бойся вот ну капельку побольше стал ну не так как с маленькими весами а надо наоборот не бояться да не было стараться выполнять установки на грудь на грудь на грудь уже берешь правильно уже спину держишь ну таз практически ну нормально ногами тянешь вот нужно теперь сейчас сосредоточиться на разножке ведь чем она короче чем разножка короче тем выше тебе приходится выталкивать поэтому ты и руками нажимал до этого руки приходится включать а здесь тебе нужно наоборот когда вес тяжел тебе надо наоборот разножку сделать побольше и руки в одну и сразу и все у тебя получится даже если не получится она просто ну упадет и упадет что здесь мы же не в жилом доме чтобы нельзя ранить то есть есть возможность для для ну такого там ну не то что для риска а там для для пробов тебе главное попробуй попробуй и постарайся ну не так что знаешь а сейчас воздушку поставлю а там даже фиксировать будет что будет нет надо постараться поднять с воздушкой я просто говорю на всякий случай что если вдруг что-то как-то не так пойдет там штанга будет поведеть строже то лучше будет не надо стараться ее держать потому что вес большой можно пробировать а это надо никак не 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 вытянут спина, спина не доработал, сосредоточился на этом ударе, а спину он максимально не разогнул. Когда делаешь посыл, дернулся опять, дернулся, но второй раз хорошо. Когда вставишь большую разножку, не спеши ноги быстро собирать, потихонечку собирай. Свежий у тебя колбасит, еще мышцы стабилизатора не такие сильные, поэтому у тебя колбасит. А второй раз маленькая разножка, забросил на спину, ну, как ясно потерял, или что? Давай, что-то начал, надо затянуть. Просто повнимательно, не надо назад забрасывать, и особенно это травмоопасно. Когда забрасывают глубоко на спину, нужно либо сбросить, а если стараешься удержать, то спину повредить можно. Болит потом будет, замучаешься, захачиваешься. Съем ногами, подрыв, держим спиной, седев. Кантролируй, контролируй, с набросом делаешь. Вот, лучше уже. Плавный подсек, резкий посыл. Не было хорошей разножки, побольше делай. Руки в окно. Ну ладно, нормально. Ничего, браками. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...